Садовый мир Мне ее подарила соседка, сказала, что это крылья ангелов. Ну, будем вот считать, что эта роза, она и есть. И вот мы сейчас ее будем укрывать. Прежде всего, вот сейчас, смотрите, октябрь, а эта роза еще цветет. Конечно, нужно срезать все вот эти вот цветущие стебельки. Вот мы так убираем их. А дальше обрезка вот этой розе, собственно говоря, и не нужна. Если только у вас есть какие-то старые слишком побеги или больные побеги, тогда вы эту розочку вырежете. А так в другой обрезке она не нуждается. В принципе, вот специалисты розовода, которые много лет занимаются розами, они говорят, что вообще розы осенью лучше не обрезать. Любая ранка, она ведет к инфекции. Говорят вот такое образное выражение, что это открытые ворота для инфекции. Они туда проникают и вызывают заболевание роз. Поэтому любые розы, чайно-гибридные, флорибонда вот тут вот у нас стоит, вот любые розочки, если есть возможность ее пригнуть, лучше, конечно, это сделать и не обрезать розу. Но уж если у вас какие-то побеги слишком высокие, вот тут он побег высокий, но все равно он очень гибкий. Поэтому лучше вот так мы его нагнем, чем будем обрезать. Вот. Если у вас побег высокий, то и вы его обрежете под укрытие. Как обрезать? Если уж вы обрезаете, то вот так вот обрезать и жалеть эту розу не нужно. И флорибонды, и чайно-гибридные, они очень хорошо отрастают от побега. Поэтому режьте, пожалуйста, вот две почки оставили на этом побеге, все, больше не нужно. И тот так же. И вот тогда у вас будет более-менее такой низкий кустик, и вы это все накроете каким-то укрытым материалом. Какое-то укрытие соорудите. Принцип укрытия роз в средней полосе России – это метод сухого укрытия. То есть вот под этим укрытием должен быть воздух. И все это должно быть как-то более-менее защищено от осадков. Многие очень укрывают пленкой. Я уже говорил в первом сюжете, что я категорически этого делать не советую. Вот у меня есть одна соседка через два дома, и она говорит, никогда не соглашусь, что розы или виноград пленкой укрывать нельзя. Много лет укрываю, и ничего, все мои розы, у нее вот такие большущие красные розы, и все мои розы отличный живот. Да, это так, если вы приезжаете до поздней-до поздней осени в свой сад, можете проследить за своими кустиками, вовремя их открыть, если у вас видите, что какая-то теплая погода стоит, и проветрите это открытие. Она так и делает. Она в самый последний сад уезжает, и самый первый сад приезжает. Вот для таких хозяев, конечно, можно укрывать и розы, и виноград можно укрывать пленкой. Но опять же я повторюсь, нужно обязательно проветривать в какую-то вот жаркую погоду осенью, или в оттепеле в ранней, которые уже в апреле наступают. Нужно давать, чтобы воздух зашел, свежий воздух зашел под это укрытие. А так мы с вами пленку использовать не будем. Я подготовила здесь вот спамбонд, подготовила лапник, и этих материалов нам вполне хватит, чтобы укрыть эту розу. Итак, приступаем. Вот посмотрите, у меня здесь шалфей. Я его тоже срежу, чтобы вот эти вот все побеги, они нам просто-напросто не мешали. Можно, кстати, сказать, их оставить под укрытием. Этот шалфей, говорят, что розы не любят, ой, розы, говорю, мыши не любят вот этого запаха шалфея. Еще туда кладут семена чернокорня. И, например, от лопуха вот эти вот колючки. Что они дают? Оказывается, вот эти вот мелкие колючки, они прилипают к шерстке мышек, вызывают у них такой дискомфорт, и они больше туда не идут. А если у вас под рукой нет таких вот колючих каких-то средств, то положите вот такую вот отраву. Это я купила в магазине. Вот называется циклон. Чем он хорош? Как мне объяснили, эта отравленная приманка, она не боится осадков. Вот я сейчас покажу. Это такой брикетик. Вот такой вот брикетик спрессованный. Там и зерно, и еще чего-то есть такое. Можно разделить это вот на 2-3 части и положить под кустик с вашими розами. Прямо под укрытие. Так. Ну, теперь вот приступим. Обязательно наденьте перчатки, такие вот прорезиненные, чтобы вам не уколоться. Сначала посмотрите, в какую сторону у вас ложится вот эта розочка. Вот она у меня в эту сторону ляжет. Хорошо. Если вы будете ее насильно пригибать как-то в другую сторону, то она у вас просто-напросто может сломаться. Вот посмотрите, очень хорошо, когда розы посажены рядом. Можно для них сделать единое укрытие. Здесь вот мы вот эти невызревшие побеги отрежем. Они у нас будут покороче. Вот. И все срезы я очень рекомендую. Замазывайте садовым варом. Вот сейчас он у нас продается в такой пленочке. Вот. Я советую положить в банку, потому что все это пачкается, пленка рвется. И потом этот садовый вар у вас имеет такой неприглядный вид. Из него и браться не хочется, и вы про него забываете. А так вот, пожалуйста, замазывайте, чтобы у вас здесь все рамки, особенно если вы много сделаете срезов на более толстых побегах, то, конечно, вам это сделать будет необходимо. Берем лапник. Вот в первом своем видеоролике я говорила, что лапник не обязательно срезать самые лучшие зеленые хорошие ветки. Пожалейте лес. Вот мы сейчас зашли и буквально быстро набрали те ветки, которые сломали ветром. И там даже был сломанное целое дерево, и мы легко и быстро набрали с него вот таких вот веток. Тут вот есть какие-то пожелтевшие хвоинки. Ничего страшного, даже если они слегка осыпаются. Для укрытия вот такие ветки очень даже подходят. Свою роль по обеспечению воздуха под укрытием они очень даже хорошо выполняют. Итак, вот мы здесь вот так нагибаем и укладываем эти ветки. Вот то, что потолще, можно вот так воткнуть даже в землю, чтобы держалась наша веточка. Наши веточки. Вот так. И здесь мы с вами вот эту веточку вот так воткнем и будет у нас хорошо держаться. Вот. И эту розу заодно укроем под это уже укрытие. Я использую для укрытия даже прошлогодние ветки, хвойные, сосновые, которые у меня остались от прошлого года. Я уже эту практику применяю не первый год. И все у меня замечательно зимой. То есть вот этот свежий, свежая хвоя ничуть не нужна. Вот, в общем-то, и все. Больше, чтобы тут вот прямо все-все-все было покрыто этими хвойными ветками, больше и не нужно. Вот, видите, оно держится. Для такого маленького кустика никаких других укрытий градить не надо. Ни долг никаких, ничего. И следующий этап. Этот колышек нам помешает. Следующий этап. мы укрываем это спамбондом. В два слоя я его использую. Вот так вот накрываю. Это вот даже очень большой кусочек. Вот. Тут вот у меня можно наблюдать еще одну розу. И, в принципе, можно было их даже заодно все укрыть. Вот так прижали камушками со всех сторон, чтобы у вас этот спамбонд не улетел. И там с той стороны тоже вы все прижмете. Когда у вас ляжет снег, вот так вот немножечко вот еще все прижмется. и у вас роза, вот здесь вот тоже вы все вот так вот прижмете. Вот. И вот эта ваша роза, я вам гарантирую, она отлично у вас перезимует. И все веточки сохранятся абсолютно зеленые. Никаких подобриваний не будет. Еще один момент я вам хочу рассказать. Вот советуют еще основание куста засыпать землей. Сухой землей, например. Или песком. Или опилками еще. Я вот в своем саду уже экспериментировала со всеми этими материалами. От опилок я отказалась однозначно. Потому что в один год была такая сдержная весна. Опилки ведь очень хорошо втягивают воду. Откуда они ее берут, эту воду? Из земли. Не из осадков даже, а из земли. Почему я так говорю? Я соорудила вот такой вот из рубероида цилиндр. И насыпала туда этих опилок. Вот то, что вверху остались опилки сухие, там ветки сохранились прекрасно. Они были зеленые, как будто даже и зимы не было. А вот снизу они подтянули из земли эту воду. И там смерзлось вот так все. И эта вот вся корневая шейка у меня подопрела. То есть вот опилки, я от них отказалась раз навсегда. Земля, с ней иногда случается то же самое. Потому что вот здесь вот спонбонд пропускает влагу. Но вы знаете, под этим укрытием ее не так уж много. Больше скатывается, больше скатывается. И вот здесь вот под этим спонбондом такой оптимальный режим влажности и воздуха сохраняется. То, что как раз и нужно растениям. И так вот под этим спонбондом сохраняется очень хорошая атмосфера для зимовки роз. Если спонбонда нет, мы просто засыпали, скажем, лапничком. Что происходит? Может и сушение происходить на сильном морозе. И стебельки вот эти вот, они будут страдать. А вот под этим спонбондом как раз и влажность такая небольшая сохраняется. И как раз вот это вот растение у нас очень хорошо зимует. А если есть пленка, то вероятность того, что под пленкой у вас подопреет растение, очень высока. Вы знаете, гораздо больше случаев неудачи укрытия с пленкой, чем вот хороших результатов. Я еще раз говорю, если у вас есть возможность приезжать, как только вот теплый день, вы видите, ага, собрались и быстренько в октябре, в ноябре приехали и открыли это укрытие. Также весной, если у вас есть возможность вот приехать и открыть это укрытие, то, пожалуйста, используйте пленку, я вам запретить этого не могу. Но вот что еще характерно, в апреле не так уж просто эту пленочку приоткрыть, потому что вот этот смершийся наст вокруг, он этого сделать никак не дает. То есть, либо вы эту пленку разрываете, либо вы стоите с лопатой и ковыряете, и где-то ищете уголок, чтобы вот эту пленочку приоткрыть. То есть, пленку укрывать не надо. А вот таким укрытием и флорибунду, который мы сейчас с вами укрыли, и вот это вот крылья ангелов, почвопокровная розочка, она очень хорошо зимует. Еще один момент, то, что касается обрезки листьев. Я уже в первом ролике говорила, что я розы, не листья на розах, вот на таких вот кустиках не обрезаю. Почему? Да просто потому, что их очень много. У меня ни один куст роз. И вот посмотрите, вот она плетистая роза стоит, какая огромная. Попробуйте с нее обрезать. Это не один день нужно потратить. Вот. И хорошо бы перед тем, как вот вы укрыли, обработать эти розы, если вы с листьями особенно укрываете, например, бордовской смесью. Но вот эту розочку я обрабатывать не стала. Она настолько неприхотливая и замечательная, что и так очень хорошо справляется с зимовкой. А вот есть другая здесь роза. Вот посмотрите на нее. Это чайно-гибридная роза. Желтеньким она у меня цвела. Она и листочки все сбросила от того, что они полностью вот от этих бесконечных дождей в этом году, они у нее все буквально почернели. Вот эту розу с такими листочками, с темными, конечно, и листья нужно убрать, и ее обработать бордовской жидкостью. А потом еще вот эти листья все, вот все их из-под этой розы, все их из-под этой розы очень тщательно убрать. И, конечно, такую розочку, которая поражается болезнями, ее непременно надо обрабатывать. Ну, вот все, что касается укрытия роз. Еще раз я вам хочу сказать, с чего я начала в первом своем ролике. Не укрывайте розы рано. Сейчас у нас даже нет еще середины октября, а некоторые садоводы уже поторопились розы укрыть, потому что в первых днях прошел снежок и напугал нашу садоводу. А нужно укрывать, когда уже будут стабильные заморозки, температура примерно минус 5, минус 7 градусов, вот тогда вы свои розочки укроете, и это будет как раз оптимальное время. А сейчас не торопитесь, они под вашим укрытием будут очень страдать. И от недостатка света, потому что все-таки растение у нас привыкло к светлому дню, и ему там очень плохо. Попробуйте вас посадить в темный погреб, как вам там будет, и надолго посадить. Вот, поэтому я свои розы где-то укрываю в начале ноября. Это еще целый месяц розочкам жить просто на открытом воздухе. Вот, примите все эти советы к сведению, и ваши розы будут отлично зимовать.